Библейский портал экзегет.ру представляет 71-й псалом. Он, как и другие, нами объясняется в актовом зале Срединско-духовной семинарии в Срединском монастыре и записывается командой портала экзегет.ру. Надписание 71-го псалома о Соломоне, или точнее перевести даже к Соломону, поднимает целый ряд вопросов. Что это такое? Что значит это надписание? Является ли Соломон автором псалма? Или он составлен в честь Соломона? Или он составлен с мыслью о Соломоне? Из текста мы можем понять только одно. Перед нами царский псалом, который, подобно второму псалму, мог бы исполняться во время интронизации царя в Иерусалимском храме. Или, возможно, на ежегодном празднике в честь годовщины интронизации царя. По форме это молитва за царя, в которой подчеркивается убеждение, что мир и благополучие в стране связаны с личностью царя и тем, как он осуществляет свою власть. Хотя Новый Завет не ссылается на 71-й псалом, как на мессианский, но описанная в нем роль царя довольно близка к мессианским пророчествам из книги пророка Исаии. Псалом возносит молитву за правящего царя, указывая на его призвание быть покровителями над нищими и убогими. При этом описанная в псаломе правление царя мыслится как вечное. Будет имя его вовек и безграничное. Все народы ублажат его. Все это возвышает роль описанного царя за пределы человеческих возможностей. При буквальном прочтении псалма, то есть если не принимать во внимание, что имя может относиться ко всему роду потомков Давида, но если мы отнесем имя царя к личности, упоминаемой в данном псалме, тогда осуществление описанных здесь ожиданий возможно только, если описываемый царь – знак равенства и есть мессия. Кстати, арамейский торгум на данный псалом, то есть пересказ данного псалма на арамейский язык, который появился в эпоху второго храма, в первом стихе данного псалма присоединяет к слову «царь» слово «мессия». То есть буквально там сказано «царю-мессия». «Ламелех-мешраха» – «царю-мессия». Следовательно, интерпретация данного псалма как мессианская, она появилась, вероятно, всего уже на заре появления Нового Завета. Рассмотрим детально его текст. Первый, четвертый стихи данного псалма открывает перед нами сцену, знакомую по другим культурам Ближнего Востока. «Царю вручается от Бога полномочия», об этом говорят слова «суды правды», с помощью которых он должен управлять жизнью общины. Для сравнения, если посмотреть на описание царя Хамураппи, это XVIII век Дрожества Христова, так вот тот получает кодекс законов от вавилонского божества, бога справедливости Ашемаша или Шамаша, по которым он, кроме прочего, должен покончить с порочными людьми, чтобы сильные не подавляли слабых, и совершить правосудие в пользу сироты и вдовы. И Хамураппи, он словно выполняет роль пастыря для своего народа, устанавливая в обществе порядок и справедливость. И вот то же самое мы можем сказать про призвание царя, правящего в Израиле. Псалом 71 начинается и заканчивается обращением к Богу. В первом стихе это обращение в молитве о Боже, а в последнем стихе звучит словословие имени Бога Израилева. Термин суд, мишпат, в первом стихе Псалма на древнем еврейском языке здесь употреблен в множественном числе. Буквально речь идет о мишпатим. В переводе книги Исход на русский язык этот же термин во множественном числе, мишпатим, звучит как законы. То есть речь идет о следующем. Буквально вот законы мои, говорит Господь, которые я даю народу израильскому. И дальше перечисляются эти законы, включая десяти словия. Это 21 глава Исхода. Согласно 7 Псалму, суд и правда являются характеристиками правления Бога на земле. А здесь по 71 Псалму суд и правда передаются царю. Притом царю, который оставляет после себя потомство. И царю, который сам является потомственным. То есть царь, который является сыном царя. Таким образом, справедливость царя должна отражать Божию справедливость. С другой стороны, и одновременно праведность Божия должна вести и самого царя к праведности, к справедливости. «Ориентируясь на правду Божию, царь должен быть внимательным к наиболее уязвимым слоям общества, к угнетенным». И вот во втором стихе я бы перевел бы не слово «бедный» употребил бы, а слово «угнетенные». Они, конечно, нищие, но в первую очередь они нуждающиеся. Угнетенные, нищие, нуждающиеся. Вот по отношению к кому царь должен устанавливать общественную справедливость. Если он будет сдерживать интервентов на границах своего государства и угнетателей внутри страны, тогда в государстве воцарится мир и праведность. На горах и холмах, которые составляют основную территорию страны, народ начнет собирать обильный урожай и будет жить счастливо. И это плодородие, оно, безусловно, связано с понятием «мир», «шалом». То есть, если в стране нет разорений, если враг не опустошает поля, то эти поля дают мне хлеб, пропитание, процветание и саму жизнь. Ну а в проекции далеко идущей пажи те, на которых пасутся вол, осел, и рядом спят и медведицы, и лев с ягненком, являются прообразом и небесного царства, в котором у человека есть все в изобилии, а наипаче благодать Божия. Первый раздел псамма, первые четыре стиха, являются своего рода вступлением, или, как молодежь говорит, трейлером, к тому, что будет раскрыто детально в следующих стихах. Переходим к пятому, седьмому стихам. Вступительные слова пятого стиха в древнееврейском и древнегреческом текстах отличаются. По древнееврейской версии тебя будут бояться, а по древнегреческой да будет он пребывать. Если следовать греческому тексту, вырисовывается вполне понятная картина. Подданные приветствуют царя криками «Доживет царь!», когда тот входит с процессией в здание храма. Аналогичные слова «Царь вовеки живи!» Мы встречаем в книге пророка Даниила. Такими словами приветствовали халдии вавилонского царя Навуходоносора. Таким образом, выражение «пусть он живет» по данному псалму можно понимать как молитву за царя или царскую династию, их преемство из поколения в поколение. Как солнце и луна пребывают вечно, так же и династия Давидов, согласно 88-му псалму, должна продолжаться вечно. «Семь его пребудет вечно, и престол его как солнце предо мною. Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах» 88-й псалом. А вот еврейское вступление в 5-м стихе «будут тебя бояться», так буквально значит текст, «навивает страх перед царем со стороны подданных и возможных притеснителей. Поскольку суд царя должен быть нелицеприятным, его праведность навевает страх». Параллели между 5-м и 7-м стихом и там, и там есть ключевое слово «луна». Вот почему я провожу между ними параллели. Говорят о том, что страх перед царем является гарантом процветания праведника и наступлением изобилия мира. Итак, суды праведность со стороны царя, страх перед царем со стороны народа, таков характер взаимоотношений между правителем и гражданами страны. Если обе стороны общественных отношений будут жить по-божески, тогда можно ожидать стабильного мира в государстве и благословений для страны. И это благословение подобное дождю, который орошает скошенный лук. А точнее, наверное, лучше было бы перевести ранние культуры, которые только-только пробиваются из земли. Таким образом, шестой стих, он словно описывает мечту крестьянина. Восьмой, одиннадцатый стихи. Истинный мир, конечно, предполагает свободу от господства иностранных поработителей. И таким образом... Но далее мы видим в восьмом, одиннадцатом стихах, что царь словно приносит мир не только своему собственному государству, но и окружающим народам. И для начала эти народы несут ему дань. То, как описаны приходящие из разных стран народы в восьмом, девятом и последующих стихах, нам демонстрируют географию окружающих земель, с которыми в свое время имели контакты израильтяне. В частности, в восьмом стихе речь идет об обладании от моря и до моря. Речь идет о Средиземном и Красном морях. То есть вся долина Междуречья плюс прибрежная полоса Ханаанской земли. Земля Филистимская. В дальнейшем речь идет о тех, кто населяет пустыню. Жители пустынь, то есть это ближайшие соседи израильтян, жители Аравийской пустыни или пустыни Негев, на юг от Израиля. И дальше упоминаются страны царей Фарсиса и островов, которые, вероятно, населяли Средиземное море, в частности, острова. Что такое Таршиш? Трудно предположить в контексте данного псалма. Так нередко называлась Испания, а, возможно, это Сардиния. В любом случае, речь идет об обитателях моря, филистимлянах. Цари Аравии и Сава – это страны, находящиеся на юге Аравийского полуострова. В частности, речь идет о территориях современного Йемена и Эфиопии, то есть самые южные страны, с которыми Израиль имел какие-то взаимоотношения. Итак, перед нами картина врагов, которые подобны псам, лижущим пыль, то есть беспрекословно подчиняющимся правителю Израиля. Они смиренно признают власть, господство и приносят обильные дары правителю Израиля. Но вот что интересно, что в дальнейшем речь пойдет не только о том, что они будут Ему служить, но и о том, что они и наследуют Божие благословения, обещанные Израилю. В 12-14 стихах псалом возвращается к теме стихов 2-го и 4-го. Но здесь уже звучит не молитва, а утверждение, ибо слово, переведенное здесь как «ибо» в 12-м стихе, буквально означает «да», «действительно», «так», «да» будет. Итак, Он действительно избавит нищего. Он действительно будет убогим и нищим сострадателем. Он спасет убогих людей. Царь просто обязан ответить на зов о помощи со стороны нуждающихся. Он не просто имеет право, он должен быть помощником и защитником у тех, у которых нет другого покровителя и заступника. И при этом сила царя осуществляется состраданием. Он буквально искупает жертв насилия и угнетения. Их кровь, то есть жизнь, должна быть защищена, потому что их жизнь драгоценна перед глазами Его. Итак, таким образом, ответственность в использовании им власти и его право использовать власть, они сходятся в одном. Он просто не может не вмешиваться от имени Бога в жизнь людей, которые Богу принадлежат и находятся под Его покровительством. Следующий раздел, 15-17 стихи, достаточно четко структурирован. Мы здесь находим те же слова, которые встречались и раньше, приветствуя царя, да здравствует он, да будет жить. Жив царь и жива душа твоя. Такие слова мы встречаем постоянно на протяжении Ветхого Завета. В 7 стихе имя царя, согласно 17 стиху, имя царя должно жить, длиться вечно. Ссылка на золото аравийское в 15 стихе, которое также символизирует дань, который приносят другие люди, не находит своего аналога, своей симметрии в последующих стихах. И вот для нас одно из самых интересных будет ссылка на следующие стихи о том, что будут давать ему не только от золота аравийского, но и на всякий день благословлять его. И это говорит о том, что не только угнетенные люди, которые находятся под покровительством царя, но и даже те, которые приносят дань без конкретики Савва, не Савва или какие-то другие страны, они все должны прославлять его имя вследствие соответствующего характера правления над этими государствами. И здесь мы не можем не сделать отсылки на книгу бытия, на те обетования, которые в свое время были даны Аврааму. В 12 главе Бытия описывается благословение от Бога, данное Аврааму в отношении того, что от Авраама произойдет великий народ, и Господь благословит и имя это народа сделает великим, чтобы они были благословением для других наций. «И благословляя, благословлю тебя, говорит Господь, а того, кто проклинает тебя, того я прокляну, и в тебе будут благословлены все племена земные». Об этом говорится в книге Бытия. Конечно, кто-то может сказать, что речь идет о благословении по крови, то есть о благословении потомков, Авраама, который через линию Давида получает царское преемство, или так или иначе входит в силу своей наследственной принадлежности по крови в народ завета. Но здесь, вот в этих стихах, с 15 по 17, мы видим, что благословение получают все окружающие народы. «В нем благословятся все племена земные, и все народы ублажат его». И более того, в 16 стихе мы видим, что будет обилие хлеба на земле вверху гор, и плоды будут его волноваться, как лес наливания, то есть колыхаться, шуметь, они исполнены, плодоносны. и люди в горах будут, в городах будут размножаться, как трава на земле. Плодородие почвы здесь сравнивается с плодородием народа. И как на лугах, на полях крестьяне могут наблюдать обилие плодов земных, точно так же и будут иметь жители города обильное потомство, и в целом эти два образа, они как бы связаны. Одно подобно другому, вот в частности здесь вот эти все социальные метафоры, метафоры связанные с сельской местности, говорят о взаимосвязи не только благословения израильского царя с миром к окружающим народам, но очень тонко мы здесь могли бы провести и экологические мотивы. То есть, если царь будет править благоразумно, тогда будет стабильность в экосфере, наша природа будет сохранять свой биологический баланс. И напротив, если проводить какие-то актуальные параллели современным миром, если те или иные правительства будут нещадно эксплуатировать свой народ и окружающую природу, тогда природа перестанет давать обильные плоды, и записи в книгу красную не спасут нас от вымирающих видов, которых разнообразия все меньше и меньше на земле. 18-19 стихи. Они заканчиваются словословием, благословением и признанием того, что един есть творящие чудеса Господь Бог, Бог Израилев. И имя его благословенно вовек, и славой его наполняется вся земля. Здесь тот же мотив, наполнения славой всю землю. Некая универсальность благословения, которая распространяется не только на древних евреев, но и на все окружающие народы. Данный псалом заканчивает, второй, завершает собой второй раздел еврейской псалтыри. Завершается он более пространной формулой по сравнению с другими разделами. Также строчка «Кончились молитвы царя, молитвы Давида, сына Иесеева». Очень двузначная строчка, потому что здесь упоминается понятие молитвы, а не псалмы. Говорит о том, что на момент составления сборника молитв, исполняемых в храме не было известно больше никакой молитвы в авторстве Давида. Следовательно, следующие разделы, которые мы в дальнейшем рассмотрим, это разделы, которые могут включать молитвы Давида, но эти молитвы Давида в следующих разделах были, видимо, неизвестны или не находились под рукой у составителя второй части Псалтыри.